6,5 тысяч мигрантов спасли в море итальянские моряки за последние 4 дня. В прошлые выходные цепели бедствия у берегов Ливии еще около 500 человек. Ситуация осложняется с каждым месяцем. Лагеря для беженцев на юге Италии переполнены. Вместо 400 человек в них приходится размещать больше тысячи. Ресурсов не хватает на то, чтобы накормить вновь прибывающих людей. В стране растет негодование. Корабли береговой охраны оказывают для беженцев услуги такси. Спасение и содержание мигрантов ежегодно обходятся в миллиарды евро. Государство обеспечивает каждого, оплачивая жилье, питание и даже карманные расходы. А итальянцы вынуждены туже затягивать пояса. В сумме доход мигрантов составляет 2400 евро в месяц. Даже зарплата моряка, который спасает их жизни, в два раза меньше. Многие в Италии настроены против такого гостеприимства. С мигрантами пришли серьезные проблемы. Интегрировать их не получается. Правительство не делает ничего для этого. Только сокращает расходы на социальную сферу. Приезжие чувствуют враждебное настроение итальянцев, которые сейчас сами остались без работы, озлобились. За последние месяцы поток беженцев в Европу по сравнению с прошлым годом вырос больше, чем в два раза. Не все задерживаются в Италии, устремляясь в другие страны. Только во Францию, по официальным данным, ежегодно приезжают около 250 тысяч человек. Здесь беженцы также автоматически получают бесплатное жилье, пособие и возможность учиться для детей. Французский же приграничный город Кале нелегалы часто используют как перевалочный пункт по дороге в Великобританию. Англичане говорят, что это французская проблема. Но это не французская проблема. Ответственность должна быть возложена на всю Европу. Чтобы решить проблему, нужно не только время. Нужна смелость политиков. Нужно, чтобы министры собрались за столом. И такая встреча состоится. Европейская комиссия в сложившейся ситуации вынуждена разрабатывать новую миграционную стратегию. Она предусматривает создание лагерей на Ближнем Востоке и в Африке, где люди смогут просить убежища, не бросаясь в плавание через Средиземное море. Мы обсудим проблему миграции на встрече министра внутренних и иностранных дел в ближайшие месяцы. И мы надеемся найти пути ее решения. Евросоюз совместно с теми странами, откуда и происходит этот поток беженцев, должны решить проблему спасения жизни прежде всего. Больше 500 человек утонули на пути в Европу за последние три месяца. В прошлом году около 3,5 тысяч. Закрытием итальянской спасательной программы «Мари Нострум» береговая охрана обязалась оказывать помощь мигрантам только в районе 30 миль от побережья Италии. Но продолжает плавать к ливийской границе, доставляя в Европу тысячи новых беженцев и вызывая все нарастающее возмущение среди коренных европейцев. За лето, по некоторым подсчетам, с ливийских берегов должны отправиться в плавание больше 500 тысяч человек. Юлия Гончар, Елена Минкевич, Массимилиано Вольпе, Николя Филиол, Италия, Франция.